всем привет мои хорошие всех уже с наступившим новым годом и вот такая вот красота порадовала меня своим пышным цветением в этот новый год сожалению пока я снимала таймлапс и в общем то все это происходило первый самый цветонос вот так уже завял поэтому скажу я вам цветение недолговечное очень недолговечная очень короткая для котлей кстати да это вот такой вот гибрид наводиться на бирочку он не хочет брутония негриленсис налили рубенсис очень интересная штучка очень классная насчет запаха себе сразу 1 вопрос юля как там пахнет не пахнет или я не попадаю на тот момент когда она пахнет или у меня не соблюдены те условия при которых она пахнет или она действительно для человеческого носа не пахнет вот так вот но возможно не хватает солнышка потому что некоторые котлеи пахнут именно от хорошего яркого солнца после полива я ее нюхала но не пахло через час после полива я тоже нюхала на не пахло возможно она пахнет ночью на ночью я и нюхала поэтому пока для меня это котлея без запаха небольшая вставочка про аромат аромат все таки есть я когда после съемки этого ролика отставила орхидею поставил прям рядом с собой засунула прямо нос в цветок есть легкий еле заметный цветочный аромат с какой-то такой горчинкой причем такой я бы сказала не очень приятный ну как это дело вкусовщины так что вот такая вот вам врезочка про запах после того как я порассуждал о том что для меня запаха нет я его все-таки нашла он есть но это прям вот нос туда вот в прямом смысле слова засунуть нос в цветок придется да но возможно опять-таки при появлении каких-то новых условий которых у меня пока нету она будет пахнуть по-другому и более активно на этом про запах все в общем то вот такое у меня чудо я безумно ему рада вот вам с ручкой цветочки небольшие но очень красивые очень живописные очень быстро открываются очень приятно было снимать таймлапс и кстати кто не смотрел ссылка на таймлапс будет в описании и конечно же в конце видео обязательно тоже будет ссылочка на таймлапс так у меня достаточно хороший куст вот такой получила я ее уже с маленькими цветоносиками кому интересно вы можете опять-таки посмотреть ссылочку в описании или в конце видео будет а зачем в конце видео вот прямо сейчас сверху вылезет подсказочка на то видео получение вот и вы сможете посмотреть какая она ко мне приехала какие были цветоносики и я переживала потому что как я уже много раз говорю я не очень люблю когда орхидея сразу при получении цветет или что-то дует потому что все таки она испытывает стресс и куда же ей еще сверху к тому стрессу еще и склонна прямо драматизировать я решила что орхидея сама разберется что она хочет и в крайнем случае отрезать цветоносы я всегда успею все они у меня так смотрят в бок потому что они как раз тянулись к самой яркой лампе и в общем то получилось вот так не очень удобно у нас стоит на балконе но уже как раз занималась в пиху впихиванием пихиванием потому что реально уже не влазят на балконе орхидеи поэтому мне придется немножко стопорнуть с покупкой котлей что меня печалит но зато я смогу сосредоточиться на более теплолюбивых товарищах которые будут хорошо жить у меня в оранжерике и так вот такая прелесть сумасшедшая губа вот честно вам скажу губа просто шедевральная она ох и вот так хочется быть пчелкой и заползти туда поглубже не в эту самую губочку замечательная прелесть и очень нежный цвет в живую она более в розовый уходит на более такая беленькая так вот она вся как вот этот лепесточек не знаю почему но так вот немножко выбеливает камера есть такой момент про уход ребят ну я вам вот честно пока ничего не могу сказать про уход потому что она у меня слишком мало я поливаю и и как все свои котлеи просохла хорошенько я ее полила в плане пересадки я ее не пересаживала я ее перевалила вот в горшочек побольше потому что в том и было ну очень тесно и я досыпала туда вот тут вот кусочки пробковых блоков что не сильно влагоемка а выше уже видите вот в перемешку тоже из пробковые блоки есть кора и там же ее субстрат я это сильно особо не потрошила хотя чуть-чуть попотрошила все-таки вы честны и стоит она у меня так в керамическом горшочке пока я ее в будущем планирую в этот керамический горшочек пересадить поэтому пока по уходу ничего сложного полила она просохла и снова полила плеваю я как и всех все собственно как всегда электрическая моя помпа поливал к на 5 литров набрала если нужно развела удобрение и пошла ну конечно осторожно потому что все-таки балкон многоэтажного жилого дома сильно не разойдешься не в теплице но поливаю в принципе по головам то есть по листьям по бульбам течет брызгает не без этого и конечно же хорошее движение воздуха стоит на окне общая температура на балконе скажем так там где висит термометр в более-менее теплом защищенном месте показ где-то 22-25 днем на окне я когда замеряла в зависимости от того что за окошком конечно же это бывает плюс 18 плюс 20 если особо холодно плюс 15 ночью на окошке соответственно опять-таки зависимости от морозов бывает от плюс 10 до плюс 15 но сейчас у нас не особо холодно поэтому в принципе на окошке тепло освещение то что еще сейчас дает солнышко плюс мои искусственные лампы и так в принципе все с удобрениями не налегала конечно же кое-что давала потому что ну как очень классно сказала одна из как правильно бы сказать в общем девушки которая следит за мной в инстаграм не давать удобрения цветущей готовящейся к цветению орхидеи так как не кормить беременную женщину так что да я кормила свою беременную женщину и вот так вот она меня порадовала на этом к сожалению пока все особо больше информации про эту орхидею я вам из личного опыта дать не могу но скажу честно очень приятный очень нежные воздушные колокольчики прям вот как шелковые очень тоненькие лепесточки волнистые ребятки рекомендую правда рекомендую шага урезомы практически нет там бульба на бульбе растет просто пока она мне кажется очень приятный мадам конечно же посмотрим как она себя поведет весной как она себя поведет летом осенью и так далее как уж она у меня захочет зацвести уже когда это будет именно мое цветение насколько я с ней справлюсь но а на этом пока все всем огромнейшее спасибо за просмотр спасибо всем кто досмотрел до конца сейчас конечно же появятся обещанные ссылочки на разные видео также можно в описании найти много всего интересного переходите в мои соцсети там много фото много анонсов есть статьи полезная информация немного обо мне кому интересно немного о том как я снимаю чем я снимаю что у меня есть из гаджета в общем всякое разное и всем конечно же солнечный дней пышных цветений пока пока